В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. В поликлинике поселка Новодрожжино для прохождения диспансеризации открылось специальное профилактическое отделение. Есть все специалисты, УЗИ, обследование, диагностика хорошая, поэтому очень удобно за два часа. Состоялось заседание комиссии по обеспечению пожарной безопасности Ленинского городского округа. За последнюю неделю серьезная обстановка сложилась с пожарами и на территории нашего округа. В преддверии Дня защитника Отечества в детских садах и школах муниципалитета проходят праздничные мероприятия. Педагоги очень стараются, чтобы этот праздник запомнился детям и был интересен нашим родителям. Диспансеризация – это комплекс диагностических исследований, который проводится с целью своевременного выявления заболеваний. Наша съемочная группа побывала в поликлинике поселка Новодрожжино, где для прохождения плановых медосмотров открылось специальное профилактическое отделение. Диспансеризация населения в связи с пандемией была приостановлена на несколько месяцев. Возобновилась она в июле прошлого года, но из-за ремонта в Видновской поликлинике прохождение медосмотров стало затруднительным. Ситуация изменилась после открытия новой поликлиники в поселке Дрожжино, в которой есть все необходимое оборудование. Это и флюорограф, это и маммограф сюда, здесь еще есть и рентгенаппарат. Но самое главное – это тяжелооборудование, которое уходит, оно есть на этой базе. С февраля в Южной поликлинике работает отделение профилактики, организованное специально для прохождения диспансеризации. Пройти всех врачей можно в течение двух часов. Это пилотный проект был поставлен как бы правительством нашей Московской области, Андрею Юрьевичем Воробьевым, чтобы жители могли прийти в течение двух часов пройти диагностический скрининг на выявление социально значимых заболеваний. Отделение работает ежедневно с 8 до 20 часов. Здесь оборудованы кабинеты для приема пациентов. Медосмотры проводят пять врачей. Записаться на прием можно через портал госуслуг или просто посетить поликлинику в любое удобное время. Так поступила Елена Фадеева. 60-летняя женщина проживает в поселке Новодорожино. Медучреждение расположено недалеко от ее дома. Есть все специалисты, УЗИ, обследование, диагностика хорошая. Поэтому очень удобно за два часа всех врачей прошло. И очень даже комфортно, удобно, отношения хорошие. Диспансеризация – это профилактический поход в медучреждение, для которого не нужны симптомы в качестве причины. Как рассказал врач-офтальмолог Дмитрий Емелькин, главная задача профилактического медосмотра – выявить патологии, о которых пациент, возможно, и не подозревает. Изорукость очень сильно сейчас прогрессирует в связи с развитием технологий, гаджетов. Поэтому стараемся контролировать, наблюдать и вовремя лечить. По итогам прошлого года в Ленинском городском округе диспансеризацию прошли около 20 тысяч человек. Напомним, что право на бесплатные ежегодные диагностические исследования имеют граждане с 40 лет, а в возрасте от 18 до 39 диспансеризация проводится один раз в три года. Стоит отметить, что после завершения ремонта в видновской взрослой поликлинике также будет организовано профилактическое отделение, где можно будет пройти обследование. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. С начала года в Московской области произошло увеличение количества пожаров. Наблюдается рост погибших и травмированных во время чрезвычайных происшествий. По этому случаю было принято решение обсудить все актуальные вопросы в рамках Комиссии по безопасности. Подробнее расскажет Дмитрий Книга. В администрации состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ленинского городского округа. За последнюю неделю серьёзная обстановка сложилась с пожарами на территории нашего округа. Так, 14 февраля в час ночи на телефон системы 112 поступило сообщение о пожаре в трёхэтажном доме в посёлке Развилка СНТ-Анис. В результате пожара получили травмы 7 человек. Двое находятся в реанимации. Такое количество травмированных на территории округа нашего городского зафиксировано впервые. Одним из главных вопросов недопущения пожара в жилых домах является своевременное проведение ежегодных мероприятий по техническому обслуживанию газового оборудования. Особое внимание уделяется старому жилому фонду. На сегодняшний день специализированной организацией планово проводится обследование МКД в рамках проверки обследования 3-4 МКД. Это 1860 квартир за 2021 год, находящиеся в управлении МОП УК ЖКХ. Что касается непосредственно тушения пожаров, серьёзной проблемой оказалось отсутствие постоянного доступа сотрудников МЧС к гидрантам, расположенным на территории частных предприятий. Это необходимо для проведения качественной проверки и подготовки оборудования к использованию. «Качественной проверки из-за пандемии у нас не было. Нам не предоставили ни собственники объектов, ни мы полностью не проехали по всем объектам. Мы проехали только по неисправным гидрантам, которые были позапрошлому году. И из них там было 13 штук исправлено. Но вообще у нас, если брать по области, цифра очень хорошая по гидрантам». Отдельное внимание было уделено работе по информированию населения. Наглядная агитация на улицах, противопожарные материалы в СМИ и в социальных сетях показали хорошие результаты. Также сотрудники МЧС планируют продолжить разъяснительную работу с жителями в формате личных встреч. «Роганизовать пожарно-профилактическую работу проведения подворовых, поквартирных обходов встреч с населением среди жильцов на квартирных и частных домах, населённых пунктах, садовых товариществах, ТИЗах с привлечением управляющих компаний, старост деревень, сотрудников управлениями, внутренних делах, работников социальной защиты, добровольцев и других заинтересованных организаций». По итогам заседания комиссии был выработан порядок проведения профилактических мероприятий и назначены ответственные исполнители. Обеспечение пожарной безопасности находится на особом контроле у экстренных оперативных служб и администрации муниципалитета. В канун Дня защитника Отечества Общественная палата округа совместно с Общественным советом при управлении МВД России по Ленинскому городскому округу провели конкурс. В нём приняли участие ученики пятых классов 11-й видновской школы. Ребятам предложили нарисовать праздничные открытки. Кому они предназначались и какие призы подготовили для победителя-организатора узнал Максим Козлов. В преддверии Дня защитника Отечества 23 февраля мы предложили вашей школе повзаимодействовать, получили положительный отклик, чему мы очень рады, и в пятой параллели классов прошёл конкурс «Во славу Отечеству!» В помещении Общественной палаты округа сегодня людно. На большом столе разложены рисунки участников конкурса. Ребята с нетерпением ждут награждения. Наши дети очень творческие, поэтому мы дали клич пятым классам. Они очень хорошо откликнулись и выставили свои работы. И мне приятно, что они будут иметь памятные подарки за свой творческий труд. И самое главное, что они встретятся с сотрудниками полиции и смогут сами подарить свои работы. Действительно, открытки планируется подарить сотрудникам Управления МВД России по Ленинскому округу. Заседание жюри прошло накануне и вызвало жаркие споры. Работы очень красивые, содержательные, наполненные патриотизмом. Об этом, соответственно, мы долго дискутировали вчера при работе нашего жюри. И, соответственно, по открытой системе подсчёта баллов быстренько её разработали, приняли. Выбрали первые три призовых места и четвёртый приз как утешительный, потому что там действительно был очень небольшой разрыв между третьим и следующим местом. 22 ученика 11-й видновской школы приняли участие в конкурсе на создание праздничной открытки. Ребята старались не зря. Победители получили полезные призы. С коллегами из полиции мы долго совещались и думали, какие подарки вам выбрать. Такие, чтобы они были и современными, и по возрастам. И, естественно, как говорится, наш выбор остановился на Яндекс.Станции и их вариациях. Таким образом, умные колонки с голосовым помощником Алисы теперь появятся в домах у четырех ребят. Ученик пятого В-класса Павел Пенягин признался, что не рассчитывал на первый приз. Думал, что есть шансы на успех, но я не думал, что займу именно первое место. Я надеялся на третье или на второе место. Сам мечтаешь пойти в армию? Сам, да, сам хочу. А в каких войсках Ассенсиклит? Еще не знаю. Представитель управления МВД России по Ленинскому округу, выступая перед ребятами, поблагодарил их за работу и творческий подход к изготовлению открыток. Все ваши рисунки, которые решили вы приняли нам их подарить, мы их вручим ветеранам органов внутренних дел. С сегодняшнего дня мы начинаем объезжать всех ветеранов и поздравлять. И каждый рисунок найдет своего, скажем так, последующего хозяина, владельца. Им будет очень приятно. Общественная палата совместно с Общественным советом при управлении МВД России по Ленинскому округу уже готовят очередные акции, в которых ученики школ вновь смогут проявить себя. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. В преддверии Дня защитника Отечества в детских садах и школах проходят праздничные мероприятия. Ребята мастерят своими руками подарки и разучивают стихотворные поздравления. Как готовятся к 23 февраля в самом новом образовательном учреждении муниципалитета детском саду «Елочка» в микрорайоне Пригород Лесное, расскажет наш корреспондент Екатерина Борисова. Детский сад «Елочка», который открылся в деревне Месайлова в октябре прошлого года, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, готовится к Дню Защитника Отечества, что называется по всем фронтам. Назад! Внимание! Марк! Миша! 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 В физкультурном зале проходят веселые эстафеты, посвященные празднику. Здесь ребята не только соревнуются в скорости и ловкости, но и танцуют, читают стихи и даже поют. А папу по этой песне, песни нету никакой. В группах дошколята мастерят своими руками подарки для Защитников Отечества. Ты кому приготовила открытку? Саша. Кто такой Саша? Это мамин друг. К примеру, воспитанники 11-й группы «Улыбка» сделали вот такие аппликации с корабликом. Тренировали, с ними складывали, кораблики учились. Вот сегодня они это сделали, приклеили флажки, чаек. Вот это будет их подарок папам. Педагоги очень стараются, чтобы этот праздник запомнился детям и был интересен нашим родителям. Для этого мы снимаем видео, какие-то ролики, стараемся в соцсетях извещать наших родителей о том, что происходит в нашем детском саду. Параллельно в компьютерном классе проходит занятие для старшей группы, где ребята отгадывают загадки и в игровой форме узнают, какими качествами обладают защитники Родины. Это праздник всех мужчин, всех бабушек, всех мальчиков, всех пап. А каким должен быть настоящий защитник Отечества? Храбрым, сильным, смелым, высоким, танкисты сильные, моряки. А ты можешь быть настоящим защитником? Да. Всего нашего женского коллектива поздравить наших мужчин и родителей с этим замечательным праздником, важным для нас. И хотим, чтобы наши защитники оставались добрыми, мужественными, смелыми и были надежной опорой своим семьям. Телеканал «Видное ТВ» присоединяется к поздравлениям с наступающим праздником, дорогие защитники. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошлева. «Видное ТВ». И это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин